Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами поговорим про закалку вегетирующих саженцев винограда, поговорим, для чего она нужна и как ее сделать с минимальными усилиями для себя. Для начала давайте с вами разберем, что такое вегетирующие саженцы винограда. Кто-то считает, что это вот только пророщенные череночки, то есть те саженцы, которые мы выращиваем в этом сезоне из черенков. Но на самом деле вегетирующие саженцы винограда это все саженцы, у которых есть зеленая листовая масса. Не важно, какой их возраст. Да, они могут быть только пророщены из черенков, как, например, вот этот еще небольшой, так и быть вот такими. Это уже годовало саженец винограда, который мы посадили в какой-то контейнер, в любой, да, и он начал выпускать зеленую массу. И то, и другое это будет вегетирующий саженец. Ну, конечно, когда мы ведем речь о закалке, все-таки в большей степени мы говорим именно о саженцах, которые выращены из черенков. Для чего нам вообще нужна закалка? Смотрите, сейчас наши саженцы, они растут в помещении, где создается определенный микроклимат. Понятно, что с одной стороны это и температура, это влажность, и самое важное, солнечный свет. Не важно, мы подсвечиваем, либо они у нас стоят у окошек, все равно солнечный свет они получают дозированно. Что происходит, когда мы такой саженец переносим в открытый грунт? Создаются совершенно другие условия. Плюс у нас весна, даже если мы высаживаем ближе к концу мая, когда у нас уже не будет возвратных заморозков, земля хорошо прогреется. Вообще май – это самоактивное солнце. Я думаю, что многие обращали внимание, мы очень быстро, в мае буквально чуть вышли на солнышко, особенно у кого чувствительная кожа. Загораем и даже сгораем. И по многим другим вещам можно заметить, что в мае солнышко очень-очень активное. А наши растения, они совершенно к такому солнышку не привыкли. Здесь у них солнышко было дозированное. Даже если мы подсвечивали, неважно. И когда мы их перенесли в другие условия, то листик может просто сгореть на этом самом солнце. Ну и кроме того, ветер, прохлада, ночные перепады, температур, день, ночь, действия у них примерно постоянно, это все создает для растения стресс. Самое опасное – это, конечно, солнце. Все остальное – это второстепенно. Тем не менее, все это создает для растения стресс. Лист вообще может сгореть. По остальному замедляется рост для саженца, но он будет медленнее развиваться. И вот для того, чтобы этого не произошло, чтобы молодой саженец хорошо пережил вот этот самый перенос в другие условия, и осуществляется закалка. И как осуществляется эта самая закалка? Вот такие молоденькие растенецы к новым условиям нужно приучать постепенно. Общие рекомендации, которые можно встретить в интернете, в литературе, в первый день мы выносим их на солнышко на 10-15 минут, потом на 15-20-25, и так постепенно, постепенно увеличиваем. Плюс-минус считается, что где-то 7-10 дней с увеличением, если мы выносим на солнышко, то как бы закалка должна пройти. Либо второй вариант мы выносим чуть на подольше, но в тенек, тоже засекаем время, обязательно, чтобы все это было в теньке. В общем, получается, что процедура достаточно трудоемкая. Ну, еще если у вас там 2-3-5 стаканчиков, можно, конечно, это делать. Если их уже становится 10, а там 20 и больше, да, то это становится еще тяжелее. Если мы живем в городских квартирах, и может так случиться, что у нас нет балкона, куда все это выставлять? Дальше. Погода на улице. У нас, может быть, солнечные дни, могут быть пасмурные. И если у нас несколько дней тянется пасмурная погода, то вот каких-то видимых эффектов в нашем перемещении саженца в другие условия, в общем-то, не будет. Потому что если мы закаляли условно в пасмурный день, а потом высадили, пришло такое очень яркое активное солнце, не исключено, что тот же листик может сгореть. Хотя мы будем убеждены, что у нас же саженцы закалены. В общем, получается такая процедура, которая достаточно трудоемкая. И, понимаете, при этом оценить ее эффективность мы сможем только тогда, когда мы это саженец в итоге перенесем в открытый грунт, и он хорошо приживется вот в этих самых новых условиях. При этом не исключено, что когда мы высадили, я уже сказала, может прийти яркое солнце, может прийти сильный ветер, может и градик легкий пройти. И для растений это все равно будет стресс. Есть альтернативы. Одна из альтернатив – это теплица. То есть те, у кого теплица есть, вот выставив саженцы, даже в принципе вот в таком небольшом состоянии, на уровне нескольких почек, если уже там более-менее нормальные температуры, и нет ночных заморозков, либо у вас тепличка отапливаемая, вот там будет все хорошо. Но единственное, что тоже, если переносим из квартиры, где было так немножко недостаточно освещения, то лучше там первый день-два чуть-чуть притянить, если будет активное солнце, либо выставлять там вечером, чтобы до утра еще было какое-то время. Вот тепличка, вариант неплохой, и достаточно проступно, что в принципе мы выставили, ну и плюс-минус забыли. Но помните, да, если очень яркое солнце у вас в квартире было так, с освещением не очень, то все-таки притяните на там денечек-другой. Но не все являются счастливыми обладателями теплиц. Что же делать им? Я расскажу на нашем примере. Мы саженцы не закаливаем никогда. И мы для себя разработали очень легкую и очень эффективную систему адаптации саженцев к новым условиям. Все элементарно и просто. При высадке молодого растения, не важно, выращено оно только с черенка, либо вот это вот у меня прививочки стоят, либо, как я вам показывала, саженец годовалый, который начал расти. Не важно. Абсолютно любой саженец при высадке мы прикрываем спонбондом на 2 недели. Если у нас спонбонд совсем тоненький, я даже не знаю их толщины. Это не имеет значения. Если совсем тоненький, мы накрываем двумя слоями. Если спонбонд плотный, достаточно одного слоя. В принципе, опять же, если тонкий, через неделю один слой можно снять. Но если у вас не получается приехать через неделю, убрать, ничего страшного. 2 недели под двойным слоем вашему молодому виноградику будет комфортно. Ну, либо плотный. Вот этого срока 2 недели хватает на то, чтобы саженец прекрасно адаптировался. При этом спонбонд защищает и от слишком яркого света, и от холодного ветра, если он будет. Если вдруг какой-то там тут вот вон, градик, не шибко большой, тоже спонбонд защитит. Если вдруг какой-то там легкий приморозочек под утро решит пробежаться по почве, вы создали для вашего молодого растения комфортные условия. И в этих условиях ему будет очень легко адаптироваться. А времени вы на это потратили. 5 минут накрыть. Мы обычно ставим дужки. Мы на дужки натягиваем спонбонд, чем-нибудь прижимаем. То есть 5 минут накрыть и потом 5 минут на убрать. Все. Вам не надо бегать, не надо засекать время. И при этом вы будете точно уверены, что ваши молодые растения хорошо адаптируются. Эта система нами проверена. Проверена годами, проверена не одним десятком саженцев. Все шикарно адаптируется. И при этом абсолютно не требует от вас никаких усилий. Конечно, закалять саженцы, либо не закалять, решаете вы. Но если вы приобретаете саженцы в весенний период, неважно какого возраста, только пророщенные щеренков, либо годовалые саженцы, если у них есть зеленая масса, если они вегетирующие, то воспользуйтесь легким укрытием на первых 2 недели. И таким образом вы на 100% будете уверены, что саженец хорошо приживется на новом месте. И напоследок еще скажу, если по каким-то причинам у вас не получится, например, через 2 недели приехать и снять вот это вот импровизированное укрытие, оно останется на несколько больше срок, тоже абсолютно ничего страшного. Растению там будет комфортно, оно там будет хорошо расти и развиваться. Но когда снимете укрытие, тогда снимете тоже вот после этого проверено. Неважно какая погода, молодые виноградики прекрасно воспринимают вот этот момент, когда мы укрытие убираем. Так что если вдруг не получается подержать 2 недели, получается больше, абсолютно нормально. Ну а я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограда. Пока каталог не обновлен, если у вас есть вопросы по каким-то сортам, то пишите, звоните, под роликом все мои контакты есть. И до новых встреч!